Мы с вами доказали должность твоей лидерами. Теперь проявление слагаевых вида 1 плюс z у в степени 2k минус 1. Единица плюс z минус 1 умножить на у в степени 2k минус 1. И это произведение по всем правильным числам. Так, естественно, что это все умножается. Вы скажете, что это непонятно, что какие-то нечетные показатели степени у у, африка, собственно говоря, зачем нам вообще надо, да? Вот здесь в одном месте написано z, а в другом месте почему-то написано z в минус 1. А давайте подумаем, что это такое. Когда вы будете подсчитывать в границе z, все-все-все-все сколько вы перемножите, то это будет количество способов представить число в виде суммы нечетных слагаемых. Причем, смотрите, нечетных слагаемых одного вида должно быть ровно на сколько-то там штук больше, чем нечетных слагаемых другого вида. Так вот, сумма, взятая по всем целям z в степени n, y в степени n квадратов, то есть сначала z в степени n квадратов, а потом y в степени n квадратов, да? Вот, и вот все это надо еще умножить на сумму по всем неотрицательным числам p от m у в степени 2n. Если вспомнить, что мы уже знаем про вот эту сумму, то можно было так. Можно было ее здесь не писать, а наоборот, вот сюда написать такой множитель. 1 минус y в степени 2h. Вот, вратия, есть не два множителя, а три. Или другой вариант, это вот там ничего не писать, а соответственно, предъявить. Знаете, из-за соответствия между функцией f и на функции для числа в виде, таким образом. Знаете, ну, во-первых, с первого взгляда, это штука высшей степени страны. Потому что не очень понятно вообще, что называется, зачем нужно перемножать именно такие, именно такие три множителя. И, что называется, ну, вообще для чего это надо? Я умею рассказывать. Четыре разных. Разных, но при этом два или их очень похожи, потому что там очень четвертая связь, а остальные, в общем, на первых взгляда, там, не себе, не похуже. Четыре разных показателей.